Северная Америка Все это и многое другое в этом интересном выпуске. Северная Америка Самая большая страна нового света, США, может похвастаться разнообразием природно-климатических зон. На Аляске здесь вас встретит холодная тундра, а в Калифорнии теплые субтропики. Почти половину территории этой страны занимают горные ландшафты Кордильер, а другую половину занимают засушливые пустыни, а также влажные тропические леса. Не менее впечатляют и водные ресурсы этой страны. Здесь и полноводные реки, и великие озера, знаменитый Ниагарский водопад. Здесь бесчисленное количество национальных парков, и все они не похожи друг на друга. Каждый, кто хоть раз побывал в этих краях, на всю жизнь запомнит эту волшебную красоту. И все было бы прекрасно, если бы не белые пятна в истории этой страны. К сожалению, но уже начальный этап истории США, как государства, являлся весьма жестоким. Колонизаторы Америки уничтожили больше 15 миллионов коренных жителей материка. И в настоящий момент на территории этой страны проживает не более 5 миллионов индейцев. И люди, которые не увлекаются историей, могут этому сильно удивиться. Действительно, зачем колонизаторам для создания государства понадобилось уничтожать индейцев? Если основать США можно было и без этого. Еще в 1823 году Верховный суд Соединенных Штатов заключил, что индейцы не являются хозяевами своих территорий. Именно это решение и развязало руки колонизаторам. Началось массовое переселение индейцев. И, конечно же, индейские племена пытались дать отпор врагам. Одними из самых жестоких племен были Апачи, Каманчи и Сиу. Они также умели пользоваться ружьями, что делало их очень опасными противниками. Кроме того, они были хорошо знакомы с тактикой партизанской войны. Но в 1890 году североамериканские индейцы оказались полностью покорены. И лишь в 1924 году им позволили стать полноправными гражданами США. И сегодня до сих пор власти этой страны отказываются признавать действия колонизаторов жестокими и противозаконными. Сегодня, конечно, к индейцам относятся нормально все остальные жители США. А многие либо не знают историю, либо просто хотят забыть ее печальные страницы. Северная Америка Это третий по величине континент на Земле. И здесь просто удивительная природа. К примеру, здесь расположен природный комплекс водопадов на реке Ниагаре. И он самый мощный среди своих собратьев. На языке индейцев он звучит как «гремящая вода». Ниагарский водопад появился много веков назад и состоит из других источников. Таких как Подкова, Американские и Канадские водопады. Рядом через Ниагару перекинут пешеходный и транспортный мост. Комплекс открыт для посещения туристов по канатной дороге. А также вертолетах, воздушном шаре и прогулочных суднах. Здесь размещены башни, смотровые площадки, в которых открывается просто чудесная панорама. А это национальный парк Секвойя, который находится в Калифорнии. На его территории растут древние гигантские живые организмы. Деревья Секвойя, которые достигают высоту больше 80 метров. В этом парке чистая экология, тихая природная атмосфера. Парк окружает красивый горный рельеф, глубокие каньоны, разветвленные пещеры, альпийские луга, озера и реки. Здесь водятся лоси, олени, барибалы, койоты и рыси. Если вы побываете здесь хотя бы раз, это место вы запомните на всю жизнь. А теперь мы отправимся в Гранд Каньон. В один из глубочайших каньонов в мире и один из самых необычных геологических объектов нашей планеты. Он был объявлен национальным парком еще в 1919 году. И это одна из самых знаменитейших достопримечательностей Соединенных Штатов. Расположен Гранд Каньон на платье Колорадо, в штате Аризона, на территории одноименного национального парка. Большой каньон образовался примерно 10 миллионов лет назад. Тогда под действием подземных процессов возвышенность, на которой находилась река Колорадо, стала подниматься. А река начала размывать мягкие слои почвы. В нем одновременно присутствуют четыре геологические эры Земли. А в 1979 году Гранд Каньон вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Длиной это чудо природы примерно 400 километров. А ширина колеблется от 900 метров до 29 километров. Глубина тоже очень впечатляет и достигает 1600 метров. Поэтому температура внизу и вверху может отличаться. Когда на поверхности плато температура воздуха едва превышает показатели в 15 градусов, на дне ущелья она может достигать и плюс 40. По ущелью со скоростью 20 километров в час учатся красно-коричневые воды Колорадо. За сутки эта река уносит в море примерно полмиллиона тонн горных пород. Пространство ущелья заполнено беспорядочными скоплениями утесов, имеющих самую причудливую форму. Водная и ветровая эрозии создали в стенах каньона очертания гигантских пагод, а также пирамид, башен, крепостных стен, представляющих неповторимое по красоте и величию зрелище. Интересный факт. До сих пор на территории Гранд-каньона проживает племя североамериканских индейцев Гавасупаи, что переводится как «люди сине-зеленой воды». Также на этой реке находится и знаменитый каньон Подкова. Это необыкновенное чудо природы. В этой местности чувствуется ощущение другой реальности. И не зря это место притягивает взоры и завораживает своей неземной красотой. Особенно прекрасен каньон в лучах рассвета. Стоя на его поверхности, создается ощущение пребывания на другой планете. Правда, ходить здесь нужно очень осторожно, так как вокруг пропасти и обрывистые скалы. А чтобы почувствовать дыхание нашей планеты и услышать завораживающий гул, поднимающихся к поверхности и рвущихся наружу потоков горячих вод, нужно посетить уникальное место на североамериканском континенте. Национальный парк Йеллоустоун. Он расположен на межгорном плато в окружении вершин скалистых гор и хранит около 10 тысяч гейзеров, которые высвобождают мощные энергетические потоки, переполняющие бескрайние долины парка. Здесь сконцентрировано самое большое на планете количество гейзеров. Тающие ледники превращаются в каскады ослепительных водопадов. Располагающийся в этом парке нижний водопад в два раза больше Ниагарского. Каньоны потрясают своей глубиной и живописными видами, а фауна этого региона очень богата. Здесь можно увидеть интересных зверей и птиц, таких как белоголового орлана, волка или медведя гризли. А вот перед вами и одно из самых невероятных явлений природы. Это так называемый большой призматический источник. Третий по величине в мире и самый большой в США. Его глубина 49 метров, а площадь 75 на 91 метр. Каждую минуту он извергает 2000 литров воды, нагретой до 71 градуса. А красивая синева в центре – это результат отсутствия бактерий. Здесь температура кипящего озера, как его назвали еще в 1839 году, охотники-первооткрыватели – самая высокая, и потому центр стерилен. Глубина озера и чистота воды усиливают эффект рассеивания света, делая ее цвет густосиним. Действительно, настоящее чудо природы. Тем не менее, Йеллоустонский супервулкан считается самым опасным на нашей планете, так как во время извержения супервулканы взрываются. И их мощность в десятки раз превышает мощность обычных вулканов. На протяжении многих лет вулкан находится в состоянии покоя. Но когда Йеллоустон взорвется, он сможет стереть с лица Земли целый континент. И по самым пессимистическим прогнозам, после его извержения 99% человечества погибнет от разрушений и изменения климата. И за последние десяток лет ученые отметили повышенную активность этого вулкана. Многие жители США даже не догадываются о том, что в течение года случается до трех землетрясений Йеллоустона, большая часть из которых настолько слаба, что люди их вообще не ощущают. Конечно, о взрыве вулкана говорить еще рано. Но последние годы количество фиксированных землетрясений заметно возросло, так как подземный резервуар постепенно заполняется магмой. Кстати, первый из трех взрывов этого вулкана случился еще 2 миллиона лет тому назад. Во время той катастрофы более четверти Северной Америки покрылось вулканическим пеплом. И настолько масштабных катаклизмов на Земле больше не случалось. Согласно предположениям, сила взрыва Йеллоустонского вулкана будет 2500 раз сильнее выброса Этны, который случился 8000 лет назад. Тогда образовавшиеся цунами всего за несколько часов исказило побережье трех континентов. Последствия взрыва Йеллоустонского вулкана можно сравниться с взрывом множества атомных бомб. Земная кора поднимется на несколько метров. Почва прогреется до температуры плюс 60 градусов. Куски земной коры подбросит на большую высоту, а затем они накроют огромную часть земли. Затем изменится сама атмосфера. Увеличится содержание гелия и сероводорода. После взрыва полностью выгорит территория площадью около 1000 квадратных километров. Это будет с северо-запад США и небольшая часть Канады. Более 10000 квадратных километров будут погребены под потоками раскаленной грязи. А мощная лавина магмы сожжет все на своем пути. Ведь именно она является самой смертоносной во время извержения. В общем, прогнозы неутешительные. Ну а теперь вопрос для любителей интеллектуальных викторин. Какой самый большой остров относится к Северной Америке? Кто знает, пишите мне свои ответы. Но какие же еще страшные места находятся в США? К таким местам можно отнести долину смерти в Калифорнии. В знаменитой пустыне Мохаве. Которая является самым жарким местом в Соединенных Штатах. Рекордная температура была зафиксирована еще в 1913 году. Она составила плюс 56 градусов по Цельсию. Эта долина яркий образец многообразия нашей планеты. Из-за высоких температур это место часто сравнивают с огромной раскаленной сковородкой, окруженной горами. Здесь находятся города-призраки, дикая первозданная природа. А засушливый и бесплодный ландшафт Долины Смерти очень странный, экстремальный и жуткий. Об этом месте ходят страшные легенды. А многие заблудившиеся путешественники умирали здесь на протяжении многих лет. Но откуда же пошло страшное название этой долины? Здесь есть своя история. В 1849 году группа первопроходств следовала старой испанской тропой в Калифорнию. Они решили разделиться в районе современного Энтерпрайза, в штате Юта. Основная группа, которую возглавлял капитан Джефферсон Хант, продолжила путь. В то время как остальные предприняли непродуманную попытку сократить путь на 500 миль. И выбрали плохо изученный короткий путь. И не имея хорошей карты, эта группа в конечном итоге заблудилась в этой долине. И после долгих трудностей и множества смертей, первопроходцам наконец удалось покинуть этот район. Уезжая отсюда, один человек, обернувшись, сказал «Прощай, долина смерти». Таким образом он и дал ей такое страшное название. У индейского племени Паютов, которые называют долину смерти своим домом, есть легенда о прекрасном подземном царстве Шин-Ау-Ав. Уже в наше время исследователи сообщали, что обнаружили системы пещер и катакомб под долиной смерти. Специалисты считают, что это могут быть останки древней цивилизации гигантов. В 30-х годах прошлого века исследователи Брюс Рассел и доктор Дэниел Бови утверждали, что наткнулись на эти таинственные подземные пещеры, пытаясь пробить ствол шахты. Они рассказывали, что нашли мумифицированные останки трех гигантов, ростом от 8 до 9 футов. Рядом с ними они обнаружили также непонятные артефакты. Но самое интересное, что вскоре после обнаружения этих пещер оба этих мужчин исчезли. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы загадочный подземный город гигантов стал достоянием общественности. И эта тайна до сих пор остается неразгаданной. Также до конца не разгадана и загадка самодвижущихся камней в этой страшной долине. Камни непонятным образом перемещаются по плоскому грунту, оставляя за собой длинные борозды. Вокруг нет ничего, что могло бы толкать эти камни, и никому пока не удалось собственными глазами увидеть, как они движутся. Для объяснения этого загадочного явления ученые предложили несколько теорий. Одна из них неизвестный доселе магнитный эффект. Однако от этого предположения довольно быстро пришлось отказаться, поскольку в камнях не было обнаружено веществ с магнитными свойствами. К примеру, железо. Наиболее правдоподобно, с точки зрения ученых, объяснение, основанное на комбинированном воздействии ветра, а также температуры и воды, которая содержится в почве. Она скапливается на поверхности во время дождей или в результате таяния снега на вершинах соседних гор. А в 2013 году группе ученых удалось заснять движение камней на видео благодаря использованию GPS. Однако данная работа так и не смогла полностью раскрыть тайну живых камней, ведь на видео попали лишь сравнительно небольшие булыжники. А вот как по песку движутся настоящие каменные глыбы, пока никто из исследователей не видел. А теперь следующий вопрос для зрителей. Какая самая длинная река в Северной Америке? Я думаю, вопрос достаточно легкий. Проявите эрудицию и напишите мне ответ. А нам пора отправиться в еще одно пугающее место США – озеро Шамплейн, глубина которого составляет 120 метров. Ученые считают, что раньше этот водоем был частью Атлантического океана. Согласно легенде, в Шамплейне обитает огромный монстр. О гигантском водяном змее говорили еще местные индейцы. В их легендах сохранились сведения о встрече людей с так называемым Шампом. Так называют это чудовище. Но, конечно же, научных доказательств его существования нет. Однако люди продолжают рассказывать о встречах с этим чудовищем. Его описывают как существо очень темного цвета, с длинной шеей и змеиной головой. А некоторые утверждают, что у Шампа есть еще и рога. Название этому озеру дал еще французский исследователь Самуэль де Шамплейн, обнаруживший водоем в 1609 году. Именно тогда, согласно рассказам, он и повстречал таинственное подводное существо и записал это в своем дневнике. Согласно легенде, француз увидел рептилию 6 метров длиной с головой лошади. После увиденного он расспрашивал местных индейцев, которые подтвердили, что в глубинах этого озера скрывается некое чудище, которое они прозвали Чаусару. При этом индейцы говорили, что это не монстр, а огромная морская щука. Со временем озеро Шамплейн начало обрастать многочисленными легендами. Сразу появилось много очевидцев, которые якобы видели или слышали загадочное чудовище. Насчитывается уже более 300 случаев встречи людей и этого монстра. А в 2005 году местный рыбак даже снял видео, на котором якобы присутствовал Шамп. Вот оно, взгляните. Как вы считаете, что же заснял на свою камеру этот рыбак? Но эксперты не подтвердили, что это подводный монстр. Хотя и не сомневались в подлинности этой видеопленки. Так что существует ли Шамп на самом деле или нет, по-прежнему неизвестно. Вот такой американский Несси. А это пустыня Блэк Рок или Черная пустыня. Она находится в штате Невада. Это чрезвычайно прекрасное и живописное место. И главная ее достопримечательность – это цветные гейзеры. На фоне темного песка их извержения выглядят контрастно и колоритно. Самый знаменитый гейзер Флай – это творение природы и человека. В 1916 году на территории ранчо Флай бурили скважину для колодца и случайно задели геотермальный карман. Спустя полвека из него начала вытекать кипящая вода. Но самое интересное заключается в его причудливой форме и радужных оттенках. За которые отвечают цианобактерии, водоросли и растворенные в воде минералы. Высота этого гейзера – полтора метра. В Black Rock множество вулканических и геотермальных образований, а также пассейнов и источников. Действительно поразительное зрелище. Ну а теперь отправимся на загадочную гору Шаста. Она возвышается на севере Калифорнии и уже давно стала центром паранормальных загадок. Для индейцев это священная гора и занимает центральное место в их культуре. Для них это живое существо – место, где земля встречается с небом и где обитают духи. Например, народ Винту считает, что гора Шаста является центром вселенной – священным местом, где зародилась жизнь. Пересечение этой области считается опасным, так как это владение загадочных существ. Кстати, миф о Лемурии – потерянном континенте, который, как считается, существовал тысячи лет назад, добавляет еще один слой загадочности этой горе. Согласно легенде, Лемурия была обширным земельным массивом в Тихом океане, на котором жила продвинутая цивилизация, которая в конечном итоге погрузилась под воду. Говорят, что выжившие после этой катастрофы нашли убежище под горой Шаста, основав скрытый город глубоко внутри горы. Многие свидетели часто описывают и встречу с большими волосатыми существами высотой более двух метров, которые беззвучно передвигаются между деревьями. А в 1930 году в этом районе был найден скелет высотой более двух с половиной метра, что вызвало тогда широкие интересы дебаты. Тогда многие говорили, что гора Шаста является домом для знаменитых бигфутов. Но эта местность известна не только наблюдениями этих существ, но и многочисленными встречами с НЛО. На протяжении более века жители и посетители сообщали о странных огнях и объектах в небе над горой. Одно из самых известных наблюдений произошло еще в 2008 году, когда свидетели описали массивный светящийся объект, напоминающий медузу, парящий над вершиной. Несмотря на отсутствие фотографических доказательств, последовательность этих сообщений закрепила за этой горой статус одной из ведущих точек наблюдений НЛО в мире. Так что хотите увидеть НЛО, отправляйтесь на гору Шаста. А сейчас мы направляемся в штат Нью-Джерси, чтобы узнать легенду о знаменитом джерсийском дьяволе – крылатом и рогатом чудовище. В Америке о нем говорят уже 275 лет. За эти годы, по оценкам специалистов в области криптозоологии, крылатого монстра, похожего одновременно и на человека, и на животное, видели более 10 тысяч человек. Ведь в Америке, которая, казалось бы, изъезжена уже вдоль и поперек, до сих пор сохраняются укромные уголки девственной природы. Одним из таких уголков является так называемая «сосновая пустошь». Это обширные земли в юго-восточной части штата Нью-Джерси, общей площадью более 3000 квадратных километров. Именно здесь и появилось на свет знаменитое чудовище – джерсийский дьявол. Люди, которые прогуливаются по окрестным лесам, утверждают, что обычно джерсийский дьявол оповещает о своем приближении знаменитым воплем, который имеет что-то общее между женским визгом и криком филина. Криптозоологи не раз уже пытались дать полное описание дьявольского создания. Однако все очевидцы описывают его абсолютно по-разному. Словно он специально принимал разные обличия, чтобы запутать людей. Это существо в больших количествах пожирало местных собак, кошек, гусей и кур, а также нападало на детей. Кроме того, дьявол каким-то образом повлиял и на коров, у них исчезло молоко, а рыба в реке всплыла кверху брюхом. Было множество встреч с этим монстром. И действительно, очевидцы описывали это существо по-разному. Кто-то находил сходство с крокодилом, а кто-то с горгулией с огромными кожистыми крыльями, как у летучей мыши. И к какому виду относится это животное, криптозоологи продолжают гадать. Ну а скептики и вовсе не верят в эти байки, считают их просто выдумкой. А как вы считаете, существует ли джерсийский дьявол? Ну а нам пора узнать, каких же опасных животных можно встретить в Северной Америке. Как мы уже говорили, на этом континенте большое многообразие климатических зон, где обитают сотни видов млекопитающих птиц, рыб, земноводных и насекомых. Многие из них безвредны и даже полезны для человека. Но далеко не все. Какие же животные в США самые опасные? Открывает наш список медведь-гризли. Они бывают довольно агрессивными, особенно защищая своих детенышей. Их челюсти спокойно перекусывают шар для боулинга. В древние времена гризли были полными хозяевами американских гор и лесов. Никаких конкурентов, кроме друг друга, они не знали. Поэтому были весьма самоуверенными и нередко нападали даже на людей. А у всех индейских племен одолеть гризли считалось подвигом. А первые европейские поселенцы с кремниевыми ружьями чувствовали себя среди гризли весьма неуютно. Тогда трагический исход при встрече с этим медведем действительно был не редкостью. Свое название этот хищник получил благодаря своей специфической окраске шерстяного покрова. Медведь-гризли отличается от бурого медведя фактически своим дымчатым окрасом шерсти. Масса взрослых особей достигает тысячу килограммов. Рост в холке почти 2 метра, а длина тела составляет почти 4 метра. Женские особи не отличаются такими огромными размерами. Это настолько сильные хищники, что одним ударом своей лапы они способны переломить хребет любой жертве, что не дает ей никаких шансов на выживание. У гризли лапы вооружены 15-сантиметровыми изогнутыми когтями, причем срезвычайно острыми. Наличие таких когтей заметно выделяет этого хищника среди своих сородичей. К сожалению, эти же когти не дают возможности этому хищнику сбираться на деревья, в отличие от обычного бурого медведя. Это мускулистые животные, тело которых покрыто густой и жесткой шерстью. Передвигаются эти медведи характерной походкой, переваливаясь то влево, то вправо, как бы раскачиваясь всем телом. В основном гризли предпочитают обитать в достаточно суровых природных условиях, на территориях, труднодоступных для человека. Но, тем не менее, встречи с людьми все же происходят. И тогда такому путешественнику не позавидуешь. В общем, это очень опасные для человека животные. И лучше не заходите в места их обитания. Следующее опасное животное Северной Америки – пума или горный лев. Это самый крупный представитель семейства кошачьих в Америке. Обычно устраивает засаду, обрушиваясь сверху на свою добычу – овец, оленей или диких лошадей. Нападают пумы и на человека. А попытка сбежать ни к чему хорошему не приведет. Так как пумы любят преследовать свою бегущую добычу. А бегает эта кошка не просто быстро, а очень быстро – до 50 км в час. Если пума охотится, то в 80% случаев догоняет свою цель. Но есть и обратная сторона медали. Это случай, когда пума сама становится объектом охоты. В список вероятных противников вошли медведи, гризли, волки, кайманы и аллигаторы. В случае опасности пума стремглав прыгает на близлежащее дерево. И уже оттуда наблюдает за тем, как ее враги растерянно ищут свою пропажу. Кстати, во время охоты пумы подкрадываются к своей жертве только с подветренной стороны. Для того, чтобы ее будущий обед не учуял хищницу по специфическому запаху. И если этой большой кошке удалось раздобыть крупную добычу, и она понимает, что не способна осилить ее за один присест, то пума закапывает свой обед до следующего приступа голода. Так как она наделена прекрасным интеллектом. Несмотря на всю опасность этого животного, пума крайне редко набрасывается на человека. И объектами нападений становятся обычно низкорослые люди, в основном дети. И соблюдения мер предосторожности в местах их обитания достаточно, чтобы избежать неприятных встреч с этим грациозным зверем. Наш список опасных животных продолжает маккензийский, он же аляскинский волк. Самый крупный подвид в Северной Америке. И один из самых крупных среди всех живущих в мире волков. Живет он в лесу, здесь же и оборудует свое логово. Но открытого пространства аляскинский хищник совсем не боится. Он запросто выходит на площадки, свободные от леса. Суровый климат для этого волка также дело привычное. Его зимний мех настолько хорош, что даже мороз в минус 40 волку нипочем. Также природа прокачала и его мышцы. Они сильные и толстые. На зависть всем другим видам волков. Мощи маккензийского волка хватает для того, чтобы преодолевать сопротивление плотного снега. А высота конечностей помогает во взятии любых барьеров. А прыгает он на 4 метра в длину. И проходит по несколько километров в день. Размер волчьей стаи соизмеряется с площадью занимаемых территорий. А также с сезоном года. И чем больше их владения, тем больше в них волков. Так, на участке в 500 километров в стае обычно насчитывается до 9 особей. А с ростом территории до 600 километров количество их увеличивается до 11. С наступлением весны стая спешно разбивается на пары. А с приходом осени волки сползаются к родному семейному гнезду. И стоит также знать, что маккензийский волк опасен для человека. Рассмотреть его из-за особенностей меха в снегу не представляется возможным. Зато он всех отчетливо видит. Так что будьте осторожны, прогуливаясь по снегам Северной Америки. А теперь встречайте американского аллигатора. Страшнейшего хищника США. Они обитают в юго-восточных штатах. В основном во Флориде и Луизиане. Но также есть и в Джорджии, Миссисипи, Алабаме, Каролине и некоторых других штатах. В пределах их среды обитания аллигаторы живут практически везде, где есть вода. Это могут быть пруды, болота и реки. Кроме того, они живут и в солоноватой воде. Можно их встретить и в мангровых зарослях. Аллигаторы охотятся из засады и способны поймать довольно впечатляющую добычу. Самый большой когда-либо зарегистрированный аллигатор был якобы пойман в 1890 году в штате Луизиана. И в длину он достигал больше пяти метров. Но любой аллигатор, достигающий в длину более двух метров, представляет собой потенциальную опасность для человека. Особенно в воде. И они чувствуют себя хозяевами. А челюсти американского аллигатора являются одними из самых мощных на планете. В одном только штате Флорида обитает более миллиона аллигаторов. Они встречаются в каждом из 67 округов. Здесь говорят, что если есть вода, значит там могут быть и аллигаторы. На самом деле люди не входят в их рацион. Но если человек окажется поблизости, то они могут напасть и на него. Нападения аллигаторов очень редки, даже во Флориде. Но тем не менее они происходят. К примеру, не так давно было совершено нападение на пожилую женщину. Гуляющую у местного пруда с собачкой. Сначала аллигатор напал на собаку. Но позже переключился на женщину. Схватил ее и утащил в воду. Да, в этой истории собаке сильно повезло. А вот пожилой женщине нет. И возможно лучшим способом выжить в такой ситуации, это в первую очередь избегать самого нападения. Нужно соблюдать особую осторожность в местах, которые, как известно, являются домом для этих рептилий. В первую очередь это означает, что ни в коем случае вам не стоит здесь плавать. А также стоит избегать кромки воды. Ведь аллигаторы охотятся из осады и могут затаиться, ожидая кого-то, кто пройдет мимо. Так что берегите себя и держитесь подальше от американских водоемов. Поверьте мне, лучше посмотреть аллигаторов на канале Ишимский Странник, чем встретить их вживую. А это самая опасная гремучая змея в США. Техасский гремучник. Это очень агрессивное, присмыкающийся. Гремучник бросается на человека вскоре после того, как предупреждает об этом звуком своей погремушки. И если вы проигнорируете это предупреждение, вам точно придется не сладко. Этот вид ядовитых змей вырастает в длину до двух с половиной метров. Цвет серовато-бурый, с ромбическими пятнами. Их яд очень опасен и часто приводит к летальному исходу. Но, тем не менее, эти змеи не агрессивны и не любят тратить яд направо и налево. Они пугливы и боятся тех, кто крупнее их. Питаются в основном грызунами. Крупные млекопитающие представляют для них угрозу. Даже если змея успевает нанести смертельный укус, она гибнет от лап, зубов или оружия. И чтобы не вступать с крупными животными, включая и человека, в смертельную схватку, эти змеи придумали особый механизм. Техасский гремучник посылает свои звуковые сигналы. Он делает это с помощью хвоста, на конце которого находится погремушка, из частей ороговевшей кожи. Эти части соединены звеньями, как цепочки. И поэтому змея и издает тот самый характерный звук. Так что, если вы вдруг услышите этот интересный звук погремушки, бегите от этого места куда подальше. А какие же опасные пауки обитают в Северной Америке? Один из таких это коричневый паук-отшельник. Опасный для человека вид паука. Он обитает на юго-востоке США. Размер его тела составляет 2 сантиметра, а окрас коричневый и черный. На его груди находится характерный для вида рисунок, напоминающий скрипку. В основном его добычей являются насекомые, а также другие пауки. Этот паук не агрессивен по отношению к человеку, но может укусить в целях самозащиты. Его яд в больших дозах вызывает некроз тканей и приводит к образованию некротической язвы. В большинстве случаев паук вводят маленькие дозы яда, которые провоцируют неприятные симптомы, такие как тошноту и лихорадку. И без специальной медицинской помощи в некоторых случаях может наступить смерть человека. А самое страшное это то, что этот ядовитый паук любит отдыхать в темных прохладных местах, например в обуви, а также картонных коробках и даже в ящиках под грудами одежды. Кстати, большинство смертельных исходов наблюдается у детей младше 7 лет, а также людей преклонного возраста и со слабой иммунной системой. Так что будьте очень осторожны, увидев этого паука. Конечно, если вы живете в США. Вы не поверите, но в США опасны даже простые олени. И все сразу же удивятся. Но как же так? Ведь они совершенно безобидны. А все объясняется просто. Дело в том, что перебегая дорогу, олени становятся виновниками ДДП и часто с летальным исходом. И эти милые Бэмби ответственны за 29 тысяч случаев травм американцев и до 300 смертельных случаев в год. Вот тебе и олени. А теперь поговорим о тех проблемах, которые существуют в США. И одна из таких проблем – это множество бездомных в Америке. Я думаю, у многих эта страна ассоциируется с прекрасной и идеальной жизнью. Всем представляется образ преуспевающей и сытой Америки. Здесь всегда довольные и улыбающиеся люди, которые держат в руке стаканчик кофе и спешат по своим делам. Ходят в забитые до отказа супермаркеты, в которых можно найти все, что душе твоей годно. И, конечно же, свобода, дающая возможность каждому человеку высказывать свое мнение, не боясь получить за это суровое наказание. Настоящий идеал демократии. Но, несмотря на то, что Америка является одной из самых высокоразвитых и продвинутых стран в мире, которая занимает лидирующие позиции среди мировых лидеров по объемам ВВП, в этой стране проживает до 4 миллионов бездомных. Порядка 30% всех бездомных – это в основном дети и подростки. 40% составляют женщины. 38% – инвалиды. Около 16 тысяч бездомных проживает в Вашингтоне. 3500 – в Нью-Йорке. В Лос-Анджелесе более 88 тысяч человек. И это только те бездомные, которые обращались в приюты. Но откуда же столько бездомных в США? В такой развитой стране. Многие американцы добровольно покидают свои дома и отправляются на поиски лучшей жизни. А другие же лишаются крыши над головой из-за долгов перед кредиторами. Так как многие граждане этой страны живут в кредит. И несмотря на то, что власти США открывают приюты, социальные центры, благотворительные организации и даже дают бездомным доступ к публичным библиотекам, чтобы те могли воспользоваться бесплатным интернетом и найти себе работу. Тем не менее, ситуация уже многие годы не меняется. Причина – во всевозможных социальных выплатах американским бездомным. Которые поняли, что халявные деньги государства можно получать и не работая. А горячий обед, чистую одежду и медицинскую помощь можно найти абсолютно бесплатно в одном из многочисленных социальных центров или приютов. Тогда зачем напрягаться? При всем при этом, имея статус безработных, они являются такими же гражданами, как и все остальные американцы и пользуются всеми доступными правами. Но далеко не всегда бездомные – это люди, осознанно выбравшие подобный стиль жизни. Среди неимущих американцев очень много ветеранов. В свое время департамент США по делам ветеранов не слишком-то торопился обеспечивать своих подопечных медуслугами, а также социальным жильем. Поэтому очень многие одинокие ветераны, сражавшиеся за свою страну и получившие инвалидность, на старости лет оказались не нужны своей стране, за которую, собственно говоря, и отдали свое здоровье. Еще одной многочисленной категорией бездомных являются матери-одиночки с малолетними детьми. Причины их печального положения различны. Кто-то бежал от домашнего насилия или мужа-алкоголика, а кого-то просто выставили за дверь без объяснения причин. А поскольку жилье в США очень дорогое, и оплачивать его может позволить себе далеко не каждый, многие женщины и оказываются в буквальном смысле на улице. Кстати, бездомным в Америке может стать и вполне благополучный, на первый взгляд, представитель среднего класса, который купил квартиру в ипотеку. Ведь престижная работа с хорошей зарплатой и уверенностью в завтрашнем дне в один момент может лопнуть, оставив после себя долги по кредиту и, как результат, потерю дома. Поэтому проблема бездомных в США остается актуальной. Американская мечта Так все-таки существует ли американская мечта сегодня? Я думаю, для многих все еще да, так как образ сытого американца очень сильно врезался в голову многих людей. Но надо знать, что Америка вовсе не та страна, которую многие себе представляют. Это лишь красивая обложка, которая призывает нас не унывать. Она не показывает жизни трущоб или рабочих кварталов. А если и показывает, то в конце всегда ожидается обнадеживающий хэппи-энд, который заключается в том, что главный герой взял себя в руки, затем сорвал большой куш и изменил свою жизнь к лучшему. Но никогда вам не покажут историю о том, что кто-то спился, не сумел справиться с трудностями или кому-то вовремя не пришли на помощь. Все это за кадром, так как не на этом концентрируются создатели американских фильмов, а также общественное мнение в США. Ну а чтобы по-настоящему добиться здесь американской мечты, нужно быть кем-то вроде Рокфеллера, который был дисциплинированным человеком, всю свою юность копил деньги, отказывал себе в развлечениях и со временем заработал свой первый миллион. Остальные же люди так и остаются с этой мечтой, живя в вечных кредитах и ипотеках. Ну что ж, а наш выпуск подходит к концу. Сегодня мы вместе с вами побывали в Соединенных Штатах. Ну а куда мы отправимся с вами в следующий раз, узнаете, включив канал Ишимский Странник, в следующую субботу в 6 часов вечера по местному времени. А с вами был Юрий, пишите комментарии, ваши пожелания и идеи. Ну все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok